Позволял, он там их раскидал, ну и, соответственно, там вопрос чуть ли не статья. Ну вот Евгений Михайлович нашел возможность, тогда это было достаточно сильно, то есть провели собрание, провели собрание, заслушали, высказали свои негативные отношения, что он не имеет права позорить и так далее. Написали бумагу, проголосовали, то есть взять на пороки, и как бы статья ушла. То есть это такой сложный процесс, почему важно тот человек, вокруг которого это крутится, то есть педагог, который создает определенную атмосферу, то есть он так видит мир, он так видит своих учеников. Не факт, что эти ученики станут чемпионом мира, то есть это не факт, что через именно у него. Но хорошими людьми они стали. То есть были ли спортивные результаты? Да. Там ряд спортсменов показали даже выдающиеся какие-то результаты. Но сказать, что вот стопроцентно все стали там международниками, заслуженными, нет. Но вот шлейф идет, отношения есть. То есть кодекс был, и вот эти качества, они развивались, и они оставались с людьми, то есть благодаря общению с учителем. Ну, я не знаю, у меня ситуация была, когда один из моих учеников по иронии судьбы, тоже Сергей Евгеньевич, причем был там, на второй год оставался в школе, тяжело учебу давалось в школе, когда все пошли в институт, аспирантуру, ну, ваш ровесник. Он пошел, закончил там ПТУ, призыв в армию пошел, служил в диверсионных подразделениях, в Хаулай, это на Дальнем Востоке. И воевал, в общем-то, в горячих точках, остался жив, раненый, контуженный, медаль за отвагу получил, вытащил офицера раненого, командира группы, за это получил медаль за отвагу. И когда он пришел, а я его пришел, я на ковре, то есть он пришел так, в пояс поклонился, я говорю, все время вспоминал вас и своего отца. То есть, ну, вот к вопросу воспитания. То есть, как бы в трудную минуту, как бы, люди пытаются найти себе какой-то там ориентир, да, ориентир, то есть какой-то там духовный, там, не знаю, который позволяет, ну, там, соответствовать и выживать в таких тяжелых условиях. Я вас куда-то в сторону. Нет, 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 мы не в сторону, просто я еще, здесь же еще много пунктов есть, кажется, мы как бы еще будем захватывать их потихоньку, и их, может быть, это проговаривает. Занятие дзюдо, самбо, не важно чем, важно кто, кто, важно кто и как. Честность. Вот такое качество. Ну, честность, знаете, давайте мы немножко, я, может быть, еще так, мы можем посмотреть на боевые искусства с разных сторон, со стороны, просто как практики, да, физического развития, да, там, мы занимаемся сам для того, чтобы быть, красиво выглядеть, там, уметь как-то там двигаться, справляться с какими-то ситуациями, да, а можем заниматься как спортивной составляющей. И вот, с точки зрения спорта, соревновательной деятельности, вот, допустим, качество, честность, насколько оно важно в человеке, и насколько вот соревновательная деятельность может развить это, соревновательная деятельность самбо, дзюдо может развить честность. Насколько, как тренер, который занимается именно вот в таком направлении, может развить. Я недавно брал тоже, разговаривал на эту тему с одним спортсменом, и спросил, вот, насколько честен, ну, как бы, вот, тебе это качество высоко. Можешь ли ты, понимая, что тебе бросили на Япону, судья дал, допустим, Юка, сказать, что вы неправильно дали оценку? Или это неправильно, я такой вопрос задал, это не честность. То есть быть настолько честным в себе, чтобы вот так вот сказать, что нет, здесь вот все-таки вы немножко... И что он ответил? Немножечко, как бы, немножко... Ушел в сторону. Ушел в сторону, потому что все-таки, как мне кажется, ну, это опять, сейчас получится, что я рассказываю об этом, а я хочу, чтобы все-таки вырос, проговорили. Ну, возвращаясь назад, то есть мы говорим, вот, и в интервью журнале, я об этом сказал, что разные задачи, то есть задачи. Вот спорт – это все-таки любой ценой. То есть у нас, видите, вот, как бы расходятся два пути. То, что создавал Дзигай Ракана, то есть он создавал как некую систему воспитания, физического, нравственного, духовного. И вот опять расходятся пути. То есть, когда я спрашивал... Ну, много примеров можно привести. Когда я спрашивал, ну, например, например, должен ли тренер кричать? Помните, даже одно время в дзюдо попытались убрать тренера. То есть пытались убрать. Сейчас очень хороший мне понравился ход. То есть в момент, когда он заправляет форму, когда команда Матэ была, то есть он может какие-то установки давать. И то, держать себя в руках, не переходить через определенные нормы. Как только команда Хаджиме, все, они должны замереть. Если же они начинают как-то там бурлить, там свои эмоции выказывают, то Рифи имеют право их удалить. Значит, я задал вопрос своим коллегам, старшим, таким уважаемым. И, допустим, ряд говорит, ну, любой ценой. Нужно кричать? Кричи. Нужно бить? Бей. Нужно обманывать? Обманывай. Ну, сейчас без фамилии. Когда я пришел к Чумакову и спросил, Евгений Михайлович, ну, вот вы как считаете, ну, тренер же, часть команды, он же должен внести свое лето. На что Евгений Михайлович сказал, ну, говорит, ну, вот давай перенесем, там, проведем параллель. Да, вот мы с тобой, я профессор, ты студент. В процессе, там, подготовки проходим какой-то материал, там, пропускаешь, ты там, еще что-то делаешь. Приходит время экзамена, и ты не можешь сдать экзамен. Значит, мне что, нужно помочь? Помогать тебе? То есть, да нет, вроде бы, ну, как, я же тогда не узнаю. Он говорит, ну, вот, точно так же и в спорте. То есть, идет какой-то период подготовительный к соревнованиям. То есть, мы изучаем новые приемы, мы изучаем комбинации, защиты, там, ну, все как положено. Занимаемся физической подготовкой, моделируем какие-то там ситуации. Практически, ну, вот, рубежный контроль. Мини-зачет, да, какой-то рубежный. Это соревнование. Мы выходим и оцениваем, что мы вместе наработали. Если же я буду тебе подсказывать, то получается, что я как профессор, который своему студенту, то есть, он получает искаженную картину. То есть, он, пытаясь сдержать свои эмоции, то есть, объяснить он может красиво. То есть, если бы не я, то он. Ничего бы не сделал. Но в данном случае, то есть, он должен смотреть, он должен фиксировать, скорректировать учебный процесс и на следующем этапе убрать те темы, которые, где есть белые пятна, которые недоработаны. И тогда, и тогда некого винить. То есть, спортсмена, человек, то есть, спорт – это модель жизни. Да, что нам нужно воспитать не просто чемпиона, а чтобы тот человек впоследствии, если не дай бог что-то случится, травмируется или там заболеет, или по каким-то причинам не сможет дальше, чтобы он не сломался, не стал наркоманом, не стал алкоголиком, не ушел куда-то там в тень. Да, соответственно, он готов. То есть, вот она модель. То есть, он самостоятельно справляется. У него есть вся необходимая нога для решения каких-то задач. То есть, спорт как модель жизни. То есть, нравится – мне нравится. А если вы спросите, кричал ли я – кричал. Но кричал не тогда, когда мои ученики были. Когда были ученики, которые меня не знают. Но вы кричали честно. Я так скажу. То есть, это было честно с вашей стороны. Вы им ходили. Нет, здесь мне нужно понять, что я выполнял приемную функцию. Приемная функция. То есть, мне поставили, это моя команда, время на философию. Просто, ну, это нужно даже для того, чтобы вот наладить вот эту связь, нужно там где-то на маленьких соревнованиях пройти с ними, чтобы они тебе поверили, и чтобы вот эта связь, она установилась. Скромность. Переходим к следующему. Я прошу прощения, что я вас немножечко останавливаю, но потому что, я думаю, что мы... Об этом, конечно, это глобальные вопросы все. Ну вот, видите, у меня все время борьба идет. Борьба в всем. То есть... Вообще, вот смотрите, человек опять, мы к спорту, спортивной составляющей, человек, занимающийся спортивной направленностью, может ли он быть скромным? Или скромность здесь неуместна? Все, все, что вы сейчас перечислили, я сейчас... Много еще осталось. Вот смотрите, если я вижу чемпиона, то, скорее всего, это человек, который... который не имеет друзей. Чаще всего. Чаще всего. Человек, который может быть нечестен. Человек, который не скромен. И если есть скромность, то, скорее, напускная скромность. То есть, вот, ну скажем, сама битва за злотов, она предполагает как раз различные пути достижения цели. Поэтому, видите, я все время куда-то в сторону ухожу, потому что у меня внутри происходит не то, что борьба, да, а несоответствие. То есть, воспитать порядочного человека средствами физическим упражнений, да, единоборства. Это одна тема. А воспитать чемпиона, то есть, он может быть нечестен. То есть, для того, что... сказали же коллеги, любой ценой. Любой ценой. Даже где-то и промолчать. У меня были ситуации, я не хочу сказать, что это преступление. когда спортсмен, это был на моих глазах, мои друзья, бросают другого на юку и хлопают по татаме и сам вскрикивает ипон, и арбитр вздрогнул и дает ипон. Ну вот, вот такая вот ситуация. Здесь кто успел, тот и съел. То есть, здесь вот какие-то там... Здесь бесскромности. Бесскромность. Бесскромность. Скромность это хорошо, это нормально, когда человек воспитан. Или все-таки вот, ну, это я в конце скажу. Самоконтроль. Ну, самоконтроль. В принципе, я могу сказать, что сами правила, они... Если человек начинает выходить за рамки определенных норм, то даже если его окружающие не осудят, имеется в виду там друзья, ну, там, товарищи по команде, тренер, то осудят судьи. То есть, здесь очень жестко такие вещи. Ну, условно, что-то не получилось. но я сам был зрителем, видел, когда, допустим, там, ну, чуть сильнее ударил, может быть, даже спровоцировал, зная, что спортсмен такой, он развернулся и ударил его. Ну, соответственно, дисквалифицировал. Он же был на других соревнованиях, когда он там, даже судья на это влиял, то есть, чуть-чуть передерживал, значит, сбив его на колену, прошел и аккуратно там бедром так в нос ткнул. Ну, то ли случайно, то ли специально, скорее всего, специально. Ну, и даже великие наши, я фамилии не буду называть, на серьезных соревнованиях, ногами шибали рекламные щиты. Но декларируется же, декларируется же, что с помощью занятий мы можем научиться управлять или не дать в себе даже зародиться гнев, то есть, не дать себе зародиться вот этим вещам, как червячкам, которые будут мешать контролировать себя. Как же тогда получается, что все-таки опять вот это вот раздвоение от обычной, то есть, от одной цели, где мы просто именно идем к развитию нравственности в человеке через занятие самбо, дзюдо. Но вы правильно все говорите. Вот все, что вы назвали, то есть, если вот так идеализировать, все вообще идеально. Все, все правильно сказано. Но вот жизнь, к сожалению, она другая. то есть, что это давайте на совершение опять оставим. У нас осталось еще два пункта. Это храбрость. И вот интересно здесь дописка такая, смелость, не знаю, кто дописывал, но скорее скорее всего не Кану, а может быть и Кану. Смелость делать то, что считаешь правильным. Смелость делать то, что считаешь правильным. Я, кстати, одному спортсмену тоже задал вопрос, я говорю, вот смотри, ты, ну, как бы, задал вопрос, он говорит, ну, да, храбрость, вот, ну, спица, что, выйти, там, я говорю, вот, тебе тренер на соревнованиях говорит делать одно, но ты понимаешь, что делать надо другое. Ты будешь это делать? То есть, вот, я говорю, в этом храбрость или нет. То есть, опять-таки, если я понимаю, что это правильно, я делаю. Но если это получилось, принесло пользу, значит, это мой результат правильный. Или наоборот. Ну, давайте, все-таки вы. Смелость. Храбрость. Вот, я не знаю, вот, храбрость, видите, храбрость, это смелость делать то. То есть, немножко разделение, то есть, храбрость, это не совсем смелость. Ну, вот, вы какой бы, нашли различие. Храбрость. Храбрость и смелость. Это не синоним, на ваш взгляд? Наверное, нет. Я думаю, что вот смотрите. Где оттенки, вот, различия? ну, сейчас получается, я как бы, да, это, говорю, для меня, наверное, это когда, я так думаю, ну, тем более, я уже нескольких людей на эту тему расспрашивал. и мне кажется, это, храбрость, это когда в тебе вот эти вот качества, дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль уже взросшены, то есть, они уже в тебе есть на достаточном уровне, и тогда проявляется храбрость. А смелость, она может быть совершенно без скромности, без честности, без уважения. Смелость, это вот проявление вот такого вот порыва души и все. То есть, знаете, опять возвращаясь к Чумакову, немножко так преступного, как можно говорить, но как только герой, это же хорошо, герой? Вы считаете, герой хорошо? Ну, если с точки зрения вот этих вот, качеств, которые вот мы с вами рассматривали, то если этот герой обладает этими качествами, и он делал это искренне, честно, имея уважение, и так далее, то это может быть хорошо. А если этот герой делал это с какой-то скоростной целью, чтобы себя, наоборот, возвысить с качеством, ну, и делал это нечестно, то это он тогда, может быть, антигерой. Ну, да. Ну, вот у него очень интересный такой взгляд на это. то есть он не через призму проявления, ну, там, вот, каких-то акций, каких-то действий, да, вот в момент, ну, в какой-то момент времени. он рассматривал это в системе, что, скажем, халатность, неорганизованность одних порождает героев. То есть, ну, условно, идет атака, да, то есть вот, бетонное укрепление. для того, чтобы его уничтожить или там остановить этот огонь, то есть должна провести вся подготовка выверенная, четко, да, то есть подавить, или там, не важно, авиация, или там. и вынуждены там люди бежать за грудью, закрывать амбразуру. Ну, герои, да, они в себе подавили страх, чувство страха, и чтобы сберечь жизни другим людям. Но вот если посмотреть глобально, то есть, получается, кто-то свою работу сделал некачественно, и это порождает то, что много ситуаций. Взять нашу чернобыльскую АЭС, то есть кто из-за халатности каких-то людей, другие люди вынуждены потом были, и прошло столько лет, 86-й год, то есть мы еще пожинаем плоды. То есть герои эти люди, герои, но они чужую глупость, ну, как продукт, результат чужой глупости, они вынуждены исправлять. Поэтому здесь очень нужно так очень аккуратно, очень взвешенно и просто понимать, что оправданный, неоправданный риск. я вас опять в сторону. Нет, 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 я не думаю, что в сторону, мы же все-таки не то, что мы там утверждаем, что вот так мы дискутируем на этой теме. слово храбрости, оно носит какую-то такую более эмоциональную окраску, не такую прагматичную, то есть это какой-то такой радужный, какой-то такой яркий образ, то есть какой-то может быть даже святости какой-то. Ну, что-то такого пафосного, да, смелость это вот смелость, то есть человек решился на что-то, да, то есть преодолел страх, преодолел свой страх, то есть способность преодолевать страх, ну, так, коротко такое определение, способность человека. Вежливость, вежливость это заключительное качество в кодексе дзюдо, то есть мы начали с дружбы, прошли уважение, перешли в искренность, закрепили честностью, скромно, прошли этот этап, самоконтроль у нас при всем присутствовал, достигли храбрости и пришли к вежливости. Так. Вот вежливость, насколько она важна в самбо, дзюдо для человека, кто практикует это, насколько она важна в педагоге, в тренере, кто преподает, передает эти знания, которые он получил, и вообще, насколько она важна в жизни человеческих отношений. наша жизнь очень такая короткая, и мне кажется, когда когда вы просто улыбаетесь и делаете шаг навстречу, любому человеку, даже животному, приятно. Ну, говорят про собак, да, то есть кошки. То есть одно из качеств, которые рассматривают, это способность находиться в одиночестве. Представляете, про собаку. То есть, если собаке, чтобы у нее был вот этот хозяин, да, вот этот друг, то есть насчет.